Всем привет! У нас на канале есть уже подробные обзоры проблем и поломок BMW 5-й серии E60, а также Mercedes-E-классов в 211-м кузове. Сейчас мы расскажем о прекрасном участнике этого трио. Итак, встречаем Audi A6 C6. А какие заслуги есть у Audi из 2000-х? Во-первых, дизайнеры не бросались в крайности и не изменяли до неузнаваемости облик автомобиля. Во-вторых, инженеры продолжили тесно знакомить поклонников Audi с полным приводом и не отказались от вариатора. В-третьих, им удалось сделать вместительный салон в этом бизнес-классе и очень просторный вместительный универсал. И всё это дало Audi A6 C6 стать лидером по продажам на европейском рынке в её дебютном 2005 году. А как поживает этот автомобиль в 2022-м? Сейчас обо всём расскажем. С кузовом у Audi традиционно всё хорошо. Модели предшественники C4 и C5 до сих пор ездят и не жалуются на коррозию. C6 не стало исключением. Ржавчину на кузове этого автомобиля найти практически невозможно. А крылья и капот и вовсе алюминиевые. Ходят легенды, что какие-то злые реагенты могут разъесть отформованные крепления крыльев. Но мы о таком ничего не знаем. Отметим, что кузов стоит осмотреть придирчиво. Камешки, пробившие лак на дверях и порогах, могут привести к откалыванию целых кусков краски. Ну, например, размером с монету. Кстати, пороги и края задних крыльев иногда напрягают не столько вспущением краски и жучками, сколько откалыванием больших кусков этой краски. То есть она просто откалывается от стали. Бывает, что оголяется металл вокруг дверных молдингов. Вот эти молдинги снизу двери. И, кстати, вот эти молдинги могут скрывать серьезные очаги коррозии. Ну, и панель крыши, а именно кратеры на ней могут порыжать. А вот днище этой модели надежно защищено битумной мастикой и пластиковыми щитками. Поэтому дорога коррозии надежно прикрыта. Audi машина хоть и премиальная, но фары ведут себя плохо. Со временем облазит зеркальное покрытие с отражателей линз. В этом случае приходится восстанавливать это зеркальное покрытие, менять линзы и даже менять иногда фары. Еще на пластике появляется сетка из крохотных трещин. Она похожа на паутину, но трещины не сквозные, поэтому больших проблем это не сулит. Только косметические. Датчики парковки становятся жертвами влаги и реагентов. Обычно датчики выходят из строя по одному. Загорается ошибка на панели приборов, а затем и вся гирлянда датчиков перестает работать. Вместе с этим может отключаться камера заднего вида. Неработающий датчик можно буквально нащупать ладонью. Включаем зажигание, включаем ассистент парковки, а затем подносим ладонь к каждому датчику. Работающий датчик щелкает ультразвуком, неработающий датчик не щелкает. Датчики легко меняются. Иногда в процессе замены обнаруживается обрыв контакта, либо же окисление контактов фишки. На машинах с большим пробегом случаются проблемы с трапецией дворников, а именно разваливаются шарнирные соединения тяг. После этого поводок правого дворника начинает тереть об алюминиевый капот. Оригинальная трапеция стоит космических денег, но есть много хороших неоригинальных заменителей. Ремкомплектов, к сожалению, нет. Но шарнирные соединения все-таки можно. Умельцы подбирают пластиковые втулки от автоваза. У Audi A6 C6, как у ее предшественницы Audi A6 C5, есть вот такой тазик, в котором может скапливаться вода. Вода сюда попадает с лобового стекла. Далее она по дренажным отверстиям стекает вниз. Дренажные отверстия прикрыты резиновыми клапанами. Так вот, если эти клапаны забьются, то тогда в этом тазике образуется целый бассейн. Вакуумный усилитель и электроника в коробе вряд ли пострадают, а вот моторчик печки может заклепнуться. А еще бывают случаи, что вода попадает по другую сторону моторного щита и затапливает блоки в недрах передней панели, а также под ковриками. В целом, проблема с дренажами не такая серьезная, как у Audi A6 C5. Но владельцам все равно стоит прочищать дренажные клапаны, вот эти резиновые, либо же удалять их, чтобы вода бодрее стекала вниз. Иногда Audi A6 C6 перестает открывать двери, потому что замок не разблокируется. Дело в том, что привод разблокировки замков в этой машине электромеханический. Проблема заключается в том, что контакты исполнительных моторчиков не контактируют с фишкой. Чтобы решить эту проблему, надо разобрать дверь. Это самый сложный этап. Затем достать замок, он легко разбирается, вернее, легко разбирается его сервопривод, и почистить контакты фишки. После этого замок будет долго и исправно работать. На Audi A6 C6 встречается функция без ключевого доступа. Как это часто бывает, что новую по тем временам функцию не удалось сделать надежной. Если не работает, то придется долго и хлопотно разбирать ручку водительской двери. Там будет обнаружен оборванный шлейф антенны. Кстати, если пришлось разбирать дверь, то стоит оценить состояние тросового привода стеклоподъемника на этих машинах. Он служит примерно 200 тысяч километров и даже больше. Машины, оснащенные навигацией, оборудованы плавником в задней части крыши. Со временем в этот плавник может попасть вода, и антенна тогда перестанет работать. Поэтому пока работает, лучше дополнительно загерметизировать этот плавник снизу. Салон Audi A6 C6 – фешенебелен. Он выполнен очень добротно. Конкуренты не оставили этой модели другого выбора. Но все-таки надписи на кнопках и на пульте стеклоподъемников стираются. Зато не ломается подлокотник, как у предшественницы. А вот дисплей не огорчает битыми пикселями, да и система MMI от Audi систематических проблем не доставляет. Хотя блок этой системы и другие блоки Audi A6 C6 раньше лечили прошивкой. А вот с чем инженеры напортачили, так это с блоком, который блокирует рулевую колонку. Дело в том, что этот блок ещё и распознаёт ключ и даёт добро на запуск двигателя. Так вот, если рулевая колонка не блокируется, не разблокируется, если автомобиль не реагирует на ключ и если в системе MMI вин-код отображается некорректно, то процессору этого блока пришёл пушной зверёк. И это самое неприятное и дорогое, потому что придётся вычитывать прошивку блока, чтобы залить её в донорский блок. Новый блок продаётся вместе с рулевой колонкой, а это тысячи долларов. Как вариант, можно использовать блок без перепрошивки, но для этого обязательно понадобится ключ, который шёл в комплекте с блоком. В этом блоке выходят из строя реле и микровыключатели. Их можно поменять. Для этого надо снять рулевую колонку, сорвать этот блок, вскрыть его. Неработающую блокировку можно отключить, перекусив один из трёх проводов, а именно чёрно-красный, который входит в блок рулевой колонну. До сих пор актуальна проблема выхода из строя блока комфорта. Блок комфорта может выйти из строя даже после попытки подзарядить АКБ. В этом случае половина электроники салона не будет подавать признаки жизни. Также этот блок может выйти из строя по частям. Например, выгорит схема, которая отвечает за один из задних фонарей. Кстати, все блоки Audi A6-C6 оснащены программной защиты. А это значит, чтобы у блоки не будут работать без специальной процедуры по снятию этой защиты. Audi A6-C6 досталась проблема с заслонками системы вентиляции. Такая же, как на Passat B6. Их сервоприводы просто перестают работать. А вот диагностика при помощи специального ПО покажет, в какой именно заслонке проблема. Вентилятор печки у этой модели находится прямо посередине моторного щита. При пробеге в 200 тысяч километров он переставал крутить. Но пара вот таких шлепков оживляла вентилятор. И это говорит об износе щёток. Поменять их не проблема. Для этого не надо разбирать переднюю панель. Но со снятием трапеции дворников повозиться придётся. Справа от вентилятора проложены трубки к радиатору печки и клапаны этой гидросистемы. Так вот, если климат будет постоянно и мощно дуть горячим воздухом, то значит один из клапанов заклинил. Колпачки клапанов снимаются. Клапаны можно достать, очистить, даже немного ошлифовать. И после этого климат-контроль будет работать нормально. Вот в чём Audi A6 C6 и подвела своих поклонников, так это в надёжности бензиновых двигателей. Да, бензиновые двигатели у конкурентов из Mercedes и BMW не кажутся белыми пушистыми. Но агрегаты этой машины огорчали своих владельцев ещё больше. И сразу отметим, чтобы не возвращаться, что двигатели Audi A6 C6 не терпят экономии на обслуживании. Не терпят они экономии на моторном масле, на заменителях. А также, чтобы поменять детали привода ГРМ, надо разбирать передок либо же вывешивать двигатель. Ну и понадобится куча специального инструмента. Audi A6 C6 до нашего трёхлитровый атмосферник с обозначением ASN и BBJ. Вообще, это считается самый надёжный мотор для этой машины. У нас, кстати, есть подробнейший обзор этого мотора, разбор этого мотора на нашем канале. Так вот, есть две плохие новости. Первая, этот мотор был доступен до середины 2006 года. А вторая, у него есть склонность к отслоению и проседанию чугунных гильз. В идеале, конечно, если этот мотор был добросовестно перегильзован. Больше подробностей об этом на нашем канале. А вообще, при квалифицированном обслуживании с этим мотором ничего плохого не случается. Сначала базовым двигателем для Audi A6 C6 был атмосферник объёмом 2,4 литра. Он продолжал радовать фанатов своей конструкции, потому что это была не рядная четвёрка, а целый V6. Близкий родственник этого мотора – двигатель объёмом 3,2 литра, который познакомил фанатов с впрыском FSI. Первые владельцы познали всю боль и горе, которые приготовили эти моторы. Дело в том, что блок у этих двигателей алюминиевый, без чугунных гильз. И на фоне плохого топлива и разрушающихся катализаторов появлялись задиры и огромный жор масла. Три цепи ГРМ и цепь масляного насоса находятся со стороны маховика. И чтобы их заменить, надо либо снимать КПП, либо же вывешивать двигатель. А если цепь не просто загремела, но и повредила две пары фазорегуляторов, то тогда замена обойдётся в 1500 долларов под ключ. Экономия на масле приводит к подклиниванию натяжителей цепей распредвалов, что частенько приводит к перескоку цепи на одной из ГБЦ. 3,2-литровые V6 FSI сюда ещё добавили проблемы с непосредственным впрыском. А именно форсунки, которые льют топливо в цилиндры. Дорогущий ТНВД ломался. Клапаны, которые покрылись нагаром, не закрывались. Отсюда и вопросы с воспламенением и попаданием масла на поршни. Так вот, эти моторы частенько были в капремонте. Но дилеры Audi шли навстречу и оплачивали часть работ по ремонту этих моторов. Следующий виток развития впрыска FSI – это два более свежих мотора. Объём 2,8 и 3,2. Про мотор 2,8, что надо знать, что у него были две версии. Первая более ранняя. Этот мотор выпускался с конца 2006 по конец 2008, а вторая версия этого двигателя выпускалась с сентября 2008 по август 2011. Основное отличие в том, что вторая версия двигателя была оснащена системой AVL. Эта система позволяет двуступенчато изменять высоту впускных клапанов. То же самое касается и второй версии двигателя 3.2 FSI. На A6 C6 он появился в мае 2009 года, а до этого его начали устанавливать на Audi A4 и Audi A5. У него тоже есть система AVL, и он отличается от предшественника 3.2 FSI увеличенным диаметром поршней на 1 мм. Проблемы у этих моторов всё те же, однако вопрос по задирам и жюру масла стоит не так остро, потому что владельцы и сервисмены из-за прошлого негативного опыта стали относиться к этому ответственнее. То есть ответственнее выбирают масло и заправку топливом. Но всё-таки операция по перегильзовке имеет место быть в сегодняшних реалиях для двигателей 2.8 и 3.2 FSI. Единственное, что очень печально, что перегильзовка более свежего 3.2 FSI может закончиться трещиной в блоке. На базе этих двигателей был построен первый 3.0 TFSI. Системы AVL в нём не было. Буква «Т» обозначает не турбину, а приводной нагнетатель типа «Итан». Этот бодрый двигатель всё так же страдает от задиров и жора масла, а гидронатяжители верхних цепей служат меньше, чем сами цепи. Устали от аллюсила и задиров? Тогда обратите внимание на двухлитровый турбомотор, который появился на Audi A6 в июне 2005 года. Этот мотор старого, доброго семейства EA113, а значит, у него чугунный блок и привод ГРМ цепью. В принципе, этот мотор не просится на капремонт, как алюминиевые V6. Да, есть проблемы с жором масла, но только лишь из-за экономии на этом самом масле и без серьёзных последствий. В принципе, 2-литровый мотор TFSI под капотом Audi A6 C6 – это мотор с приятной надёжностью. Кстати, у нас на канале есть подробный обзор этого двигателя. А теперь отдельно пройдём по двигателям V8, которые устанавливали на Audi A6 C6. Так вот, до середины 2006 года двигатель 4.2 V8 имел распределённый впрыск, а летом 2006 года он имел непосредственный впрыск. На базе этого мотора потом сделали двигатель объёмом 5.2. Что можно вкратце сказать об этих моторах? Блок силуминовый, без чугунных гильз, привод ГРМ сзади и проблемы с непосредственным впрыском. Дальше продолжать. А мы продолжим. У V8 стенки цилиндров настолько тонкие, что о перегильзовке не может быть речи. А вообще, перед покупкой автомобиля с двигателем V6 и V8 обязательно, настоятельно, мы рекомендуем проверить все цилиндры эндоскопом. Это разве что не касается старого 3.0 V6. Дизельные двигатели под капотами Audi A6 C6 – это спасение. Правда, четырёхцилиндровые двигатели, которые изначально имели насос форсуночный впрыск, а потом перешли на Common Rail, огорчили своих владельцев работой на сухую из-за того, что стачивался карандаш, а именно приводной вал маслонасоса. Распознав проблему, владельцы превентивно меняли эту деталь, а затем инженеры подоспели и выпустили этот карандаш увеличенной длины. Да, Audi A6 C6 с дизельным мотором – это то, что нужно. Ну, естественно, с насос форсуночным впрыском нет ракетной динамики, а в приводе Quattro стоит только мечтать. Но если вы готовы этим пожертвовать, то тогда смотрите в сторону этих моторов. В конце 2008 года появились новые дизельные четвёрки с Common Rail. Да, это классные двигатели, но проблема с приводом маслонасоса коснулась и их. Да, пьезофорсунки могут выйти из строя из-за усталости пьезоэлемента и потребуют полной замены. Но зато вы не столкнетесь с растяжением цепей и задирами. Кстати, подробно заглянуть в этот мотор вы можете в обзоре на нашем канале. Audi A6 C6 получила фирменные двигатели дизельные V6 объёмом 2,7 и 3,2 литра. По сути, это идентичные двигатели. Да, они были сразу доступны с Common Rail и да, они унифицированы с проблемными алюминиевыми V6. Но самое плохое, что с ними случаются, это цепи ГРМ. Но ходят они дольше, до 300 тысяч километров. Замена их – это разлучение двигателя с трансмиссией и надо доставать двигатель из-под капотного пространства. Фазовращателей, естественно, здесь нет, а цилиндры чугунные. Пьезофорсунки дороговаты. Вдобавок в развале блока может образоваться лужа из жидкостей, которые циркулируют через теплообменник. Вихревые заслонки могут тоже доставить проблем. В общем, обзор этих двигателей на примере 2,7-литрового мотора у нас есть на канале. И после рестайлинга эти моторы на Audi A6 C6 стали чуточку мощнее. Рассказывать про МКПП не будем, потому что проблем с ними нет. Но радоваться рано, потому что на коленвал каждого двигателя Audi A6 C6 в комплектации с механической трансмиссией, навешен маховик. И раз в 250 тысяч километров, а может и раньше, придётся отжалеть 1200 долларов на замену этого узла. Все двухпедальные переднеприводные Audi с четырёхцилиндровыми и шестицилиндровыми моторами оснащаются не гидромеханическими, а КПП, а фирменным вариатором Multitronic. Есть два типа вариаторов – VL300, более старый, он же ещё 0.1J, и более новый – VL380, он же 0.AN. Более новые начали устанавливать с 2006 года на турбодизельные Audi с объёмом мотора 2.0 и 2.7. Все остальные переднеприводные Audi оснащаются вариаторами VL300. Кстати, его подробнейший обзор есть на нашем канале, обязательно посмотрите. Удивительно, это неплохой вариатор. У некоторых владельцев он ходит и 400 тысяч километров. Выбирая и эксплуатируя машину с этим вариатором, надо обращать внимание на пинки и пробуксовки. С этими симптомами вариатор долго не ходит. Обновлённый VL380 даже ещё лучше и надёжнее вообще. Вариаторы Multitronic ломают шаблоны, они выдерживают большой крутящий момент и не ломаются при больших пробегах. Полноприводные Audi A6 C6 оснащены обычными автоматами ZF 6HP19 и 6HP26. Это очень надёжные, крепкие трансмиссии с некоторыми особенностями по части обслуживания. Ознакомиться с ними вы можете в наших подробнейших обзорах. Обязательно заходите на наш YouTube-канал и смотрите. А про полный привод Quattro на основе межосевого самоблокирующегося дифференциала типа Torsen рассказать нечего. Ну, не ломается он даже у самых безумных драйверов. Ну, а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что теперь в «АвтоСтронг-М» вы можете купить не только качественные БУ запчасти, но и новые. Обязательно звоните нам, пишите в мессенджеры и заходите на наш сайт. Те, кто не подписался на наш ТикТок, обязательно подпишитесь, а то пожалеете. Там очень много юмора, технической информации. В общем, там много всего интересного. Ну что, мы на СТО и продолжаем. В подкапотном пространстве Audi A6 C6 нет аккумулятора. Зато есть плюсовая клемма на некоторых версиях для прикуривания автомобиля. За этой клеммой надо наблюдать, особенно если есть симптомы утечки тока во время стоянки автомобиля. Но есть еще одна проблема. Дело в том, что теряется заводской зажим, аккумулятор не дозаряжается и эта клемма нагревается. А в нашей версии клемма для прикуривания находится в багажнике, то есть вот здесь. Значит, здесь есть схема плюс на плюс, а минус вот на этот шестигранник. Потому что вот это токосъемный датчик в простонародье амперметр, который меряет загрузку электронных систем автомобиля. Рулевая рейка на Audi A6 C6 находится на моторном щите. Ее постоянно забрасывают грязью и реагентами, и это все скапливается на ней, как на полке. И из-за этого очень себя плохо чувствуют шланги напорной и обратной магистрали. Со временем трубки и шланги дадут течь масла из системы ГУР. Обычно оно разом вытекает, гидроусидитель перестает работать. А если автомобиль, как в нашем случае, оснащен V-образным двигателем, то жидкость ГУР попадет на левый выпускной коллектор. Подвеска Audi A6 C5 настолько опередила свое время, что инженеры переместили ее на Audi A6 C6. Рулевую рейку, установленную на моторном щите, мы вам уже показывали. В остальном подвеска Audi A6 C6 – это копия подвески Audi A6 C5. Рычаги алюминиевые выхаживают примерно до первых поломок 150 тысяч километров и более. Их приходится менять из-за несъемных шаровых опор. А вот цилинд-блоки всех рычагов можно купить и поменять. Но работы могут затянуться, если речь пойдет о снятии верхних рычагов из-за закисания болта, который удерживает две шаровые опоры верхней в поворотном кулаке. Болт закисает и намертво приваривается к резьбе поворотного кулака. Отметим, что цилинд-блоки переднего и заднего подрамника просится на замену при пробеге в 200 тысяч километров. Обычно неопытные владельцы и неопытные сервисмены очень долго ищут причину стука, которая на самом деле находится в разорванных опорах переднего подрамника. Передние ступичные подшипники выхаживают 150 тысяч километров. Они крепятся к поворотным кулакам на четырех болтах. Задняя подвеска у передней полноприводных Audi унифицирована. Это многорычажка. Никакой балки, как у A6C5, здесь нет. Единственное отличие в подрамниках. На версиях Quattro здесь подвешен редуктор. Задняя подвеска у Audi A6C6 приятно долговечная. Может пройти и 300 тысяч километров. По оригиналу меняется вот этот сайлентблок, который находится, который помещен снизу рычага. Все остальные сайлентблоки можно приобрести от неоригинальных производителей. Ступичные подшипники служат долго. Отметим, что задние ступичные подшипники у переднеприводных Audi идут вместе со ступицами. С карданами и шрусами у Audi A6C6 проблем нет. Многие Audi A6C6 сошли с конвейера на пневмоподвеске. Годы эксплуатации показали, что пневмоподвеска надежная. Да, баллон может перегреться и лопнуть. Но любые проблемы решаются либо заменой баллона на неоригинальный, либо оригинальный. Либо же можно баллон отремонтировать. Любые проблемы с утечкой воздуха по рукавам пневмобаллона решаются в специализированных мастерских. Если баллоны не герметичные, то машина начинает плавно падать на сдувающийся баллон. А если проблема посерьезнее, то из баллона будет слышен шум выходящего из него воздуха. В конструкции пневмоподвески помимо баллонов, блококлапанов и компрессора находится еще резервуар с осушителем. Он находится в подкрылке переднего правого колеса. Осушитель в виде гранул. Надо менять каждые 100 тысяч километров. Если влага из воздуха попадет в блок клапанов, то это приведет к его обмерзанию. В результате блок пневмосистемы перестанет контролировать один или несколько баллонов, и машина будет неравномерно надувать или спускать подвеску. Через замерзший клапан будет уходить воздух. Аудио 6C6 обрадовала своих поклонников наличием электрического стояночного тормоза. На задних суппортах установлены электрические приводы, которые подводят тормозные колодки. Благодаря такому механизму для замены задних колодок и других манипуляций с тормозами надо при помощи фирменного ПО, если есть возможность подключиться к машине, разводить задние колодки. Так делать правильно. Но если такой возможности нет, умельцы снимают фишку и подают на два контакта 12 вольт, чтобы моторчик развел задние колодки. Механизм стояночного тормоза часто вызывает хлопоты, то есть рвется проводка, которая идет к сервоприводам, либо же контакты в электроразъеме корродируют. В этом случае владельцы либо перепаивают поврежденные провода на новые, меняют иногда электроразъем, либо же покупают весь вот этот новый жгут. Сервоприводы в пластиковых корпусах тоже создают проблемы. Дело в том, что корпус может лопнуть, туда попадет вода, грязь. В лучшем случае механизм закореет, а в худшем случае полностью выйдет из строя. Новый такой оригинальный механизм стоит 300 долларов, но есть широкое предложение от неоригинальных производителей, потому что это широкая и распространенная проблема. Что можно сказать об Audi A6? Выбор версий с удачными моторами ограничен. Дело в том, что все бензиновые V6 с приводом ГРМ сзади, а это лотерея и риск попасть на дорогой ремонт с перегильзовкой и даже заменой блока. Дизельные Audi A6 C6 хороши, и многие гоняются за версии 3.0 TDI Quattro, но замена ГРМ будет стоить дорого. И как ни странно, версии с четырехцилиндровыми двигателями неприметными кажется более выгодными к покупке. А в целом же Audi A6 C6 – это крепкая премиальная лошадка. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные и подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, нажмите колокольчик, поделитесь этим видео в соцсетях. Не забудьте написать комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг-М». 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 «АвтоСтронг-М».